Британские ученые определили яд, которым отравили бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Это было очень редкое вещество нервно-паралитического действия. Дело теперь квалифицируют как покушение на убийство. За ходом расследования следит наш британский спецкорр Светлана Чернецкая. Без изменений состояние пострадавших остается критическим. Это уже четвертый день в реанимации для бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Но есть и хорошие новости. Полицейский, который первым прибежал на помощь, очнулся и уже дает показания. Похоже, он тоже подвергся действию яда, которым отравили отца и дочь. Как оказалось, на улицах этого тихого английского городка применили оружие массового поражения. Ученые определили, это было вещество нервно-паралитического действия. Эта группа ядов запрещена к производству и хранению Конвенции о химическом оружии. Полиции предстоит расследовать, каким образом химоружие попало в страну и кто стоит за атакой. Купить такое вещество или создать вне высокотехнологических лабораторий практически нереально. И все больше подозрений, что за нападением стоят не бандиты, а государство. Использование вещества нервно-паралитического действия на британской земле – наглый и безрассудный акт. Это было покушение на убийство, исполненное самым жестоким путем в общественном месте. Следствие быстро продвигается и правительство намерено действовать без колебаний, как только факты прояснятся. Самый известный представитель нервно-паралитических газов – Зарин. Его использовали в масштабной атаке на жилые районы Сирии в 2013-м. Тогда погибли сотни людей. В Солсбери специалисты обследуют дом Сергея Скрипаля, просматривают сотни часов видеозаписей с камер наблюдения, пытаясь поймать момент атаки. Исполнитель был довольно профессиональным, чтобы распылить яд незаметно и не заразиться самому. 66-летний Сергей Скрипаль в Великобританию попал в результате обмена шпионами в 2010-м. В России он сидел за госизмену. Полковника обвинили в работе на британскую разведку. В это воскресенье он с дочерью вышел в центр города, и в какой-то момент они оба потеряли сознание. Пока в полиции не спешат оглашать список подозреваемых, но в прессе это нападение сравнивают с отравлением экс-агента ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006-м. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.